Здравствуйте! В эфире ЛТВ, программа «Итоги недели». В студии Анастасия Кладинова. Коротко о главных событиях прошедших дней. Будущее, причем во всех аспектах. Развитие промышленности, развитие культуры, развитие промышленности, развитие того, чем мы обладаем. В Дзержинском прошли публичные слушания по объединению городских округов. Службы проверены, все доложили о своей готовности, ну и по результату будем подводить итоги. Владимир Волков проверил готовность коммунальной техники к зиме. Самое интересное было, когда нам показывали муку, праздную муку, и я не ожидал, что там из свеклы будет мука. Люберецкие школьники посетили мне хлебозавод. Это 14 лет живописи, это 14 лет огромной истории, и это, конечно же, хроника нашего города. В картины и галереи открылась новая арт-выставка. А теперь подробнее о всех событиях. В Дзержинском прошли публичные слушания по объединению городского округа с люберцами. На встрече присутствовали областной и муниципальные депутаты, представители политических партий, почетные граждане, руководители общественных организаций и местные жители. Все подробности в материале моих коллег. Публичные слушания по объединению городских округов Дзержинские люберцы собрали полный зал. Тема очень важная и вызывает у жителей много вопросов. Право первым высказать свое мнение предоставили наместнику Николу Грешского монастыря, епископу Егоревскому Мефодию. Вспомним, как наш монастырь устраивался трудами святого Сергея Радонежского и Дмитрия Донского. Очень разные были точки зрения. Трудно было сопротивляться татарам, монголам, которые шли на нас, мамаю. Но вот если бы не объединили силы тогда, то, может быть, мы бы сейчас с вами здесь и не были. Объединить силы необходимо и сейчас для выхода Дзержинского из кризисного положения. Именно так аргументировали свое решение муниципальные депутаты. В конце сентября они проголосовали за слияние двух соседних округов, которые до 1996 года были единым целым. Помимо политической работы, депутатской, я являюсь директором спортивной школы Олимпийского резерва. У нас здание 87-го года постройки. У нас нет ни одного современного спортивного объекта. У нас нет ни одного современного, современной школы. Лицей Парус – это единственное здание, которое было построено для наших детей. Если вы считаете, что наши дети хуже люберецких детей, хуже московских детей, если вы считаете, что мы здесь должны на протяжении 18 лет жить вот так, это выбор ваш. Я свое мнение открыто и честно заявил. О правах детей Дзержинского говорила Ирина Куршакова. На протяжении многих лет она помогает семьям, в которых воспитывают особенных детей. Основатель и директор благотворительного фонда, как никто другой, знает, с какими проблемами сталкиваются эти люди. Каждый из нас не застрахован в своем утробе увидеть больного ребенка. И сейчас наши мамы вздохнули. И я сейчас коротко скажу, как. У нас не было реабилитации вообще в городе. И когда силами фонда многодетства мы создали чат «Мама и Аболита», и 100 мам подтвердила, что у них нет реабилитации, и они ездят в Брест, на ВДНХ, и в городе ноль. Вы знаете это? Вы знаете? А сейчас наши дзержинские дети ходят в успешный, современный Люберецкий реабилитационный центр. Знаете на какой улице? На Доркино 6. Три составляющих. Наши дети. Люберецкий реабилитационный центр и улица Доркино. Именно Люберецкая администрация уже два года помогает нашим детям здесь поднимать качество жизни. Помощь люберчан жителям городского округа Дзержинский отметил и участник специальной военной операции Дмитрий Осипов. Герой также выразил желание принять участие в публичных слушаниях. Когда началась специальная военная операция, нас от города призвали, соответственно. Я сразу знал, что пойду, как бы скрывать нечего, все все знали. И нас отправили в Люберцах. И нас от города, честно говоря, ничем не снабжали, соответственно. Все снабжение дали нам в Люберцах. Когда нужны были какие-то хирургические вмешательства, я говорю свое мнение, вы можете оставаться при своем. Меня положили в Люберце. Ни в городе, ничто. Поэтому делайте выводы все сами. Я говорю, как по факту. Консолидированный бюджет объемом более 11 миллиардов рублей в год позволит в более короткие сроки погасить долги городского округа Дзержинский. Кроме того, объединение бюджетов даст возможность эффективно распределять средства по муниципальным программам. О том, что Дзержинский нуждается в скорейшей реабилитации, говорили почетные граждане города. В нашем городе есть такое предприятие, как ФЦДТ «Союз». Когда-то оно называлось Люберецкое научно-производительное объединение. Главной задачей, которой мы сегодня занимаемся, это напряженнейший труд, связанный с созданием оборонной продукции. Я думаю, что мало кто в этом зале знает, ну, наши сотрудники знают, чего стоит сегодня работа на этом предприятии. Объемы продукции, которые мы сегодня выпускаем, увеличились в десятки раз. Сегодня ведутся великолепные стройки, развиваются предприятия. Вот об этом надо говорить. Говорить о том, а что же какое будущее у нашего города. Будущее, причем во всех аспектах. Развитие промышленности, развитие культуры на основе развития промышленности. Развитие того, что, то, чем мы обладаем. Я 50 лет учил детей. Через нас прошли практически все мальчишки, да и почти все девчонки города. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда наши дети не могут нормально заниматься в силу того, что большие проблемы с финансированием. Мы не можем отправлять ребят на соревнования. Мы не можем полноценно заниматься тренировочной и воспитательной работой. В конечном итоге, ребята наши становятся слабее и болеют. Может, вы не замечали этого? А мы сталкиваемся регулярно с тем, что с каждым годом все больше и больше в городе больных детей. Мероприятие продлилось более полутора часов. Своё мнение по поводу объединения городских округов высказали около 30 человек. Ответы на все замечания и вопросы были даны на месте. Публичные слушания признаны состоявшимися. В Люберцах открыли участок трассы М5 «Урал», который построили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новая магистраль пролегает в обход Октябрьского и деревни Островцы. Теперь жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны смогут добираться до Москвы на полтора часа быстрее, чем раньше в часы пик. Длина дороги 11 километров. Благодаря новой трассе из поселка Октябрьский и Островцов выведут транзит и снизят нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза. Строители возвели 8 высокоскоростных полос, оборудовали развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому. Также построено 8 путепроводов и мостов. Ключевой из них через Москва-реку сдали еще в 2021 году. В городском округе прошел ежегодный смотр коммунальной техники, предназначенной для содержания территории в зимний период. Глава Люберец Владимир Волков осмотрел снегоуборочные машины и оценил готовность коммунальщиков к уборке дорог и дворов от снега. Подробнее расскажем в сюжете. В борьбе со снегом задействуют все коммунальные службы округа и подрядные организации, работающие на территории Люберец. Сегодня здесь представлена лишь малая часть техники, которая будет содержать автомобильные дороги и придомовые территории в чистоте. В зоне обслуживания ЛГЖТ почти 400 дворов. В этом году есть определенные изменения. Средства маломеханизации закупили. Здесь, для примера, стоят 5 единиц, порядка 30 из расчета 3 единицы на ЖЭЛ. Уже закупили через лизинг погрузчики. В этом году, в отличие от предыдущих лет, ЛГЖТ дополнительно нанимает на очистку проездов. Это погрузчики в виде бобкетов форм-фактора и погрузчиков уже более крупного, там, до тонны грузоподъемностью. Парк специализированных машин укомплектован в полной готовности и аварийно-восстановительные бригады ЛГЖТ, Люберецкого водоканала и теплосети. Для борьбы с гололедом закуплено почти 6 тысяч тонн песко-соляной смеси и тысячи тонн реагентов. Готовы на 100%. Прошлая зима, в принципе, показала, что мы можем справляться со сложной зимой. Надеюсь, что в этом году мы пройдем ее еще лучше. 45 единиц именно под метально-уборочной техники у нас готовы. Также у нас порядка 35 единиц еще вспомогательной техники. Поэтому зиму пройдем достойно. Техника каждый год становится современней. Больше появляется механизированного инструмента, такие как роторы бензиновые и так далее. Они позволяют более эффективно и быстро убирать снег. Мы также увеличили количество дворников по территории городского округа, по территории управляющих компаний. Службы проверены. Все доложили о своей готовности. Ну и по результату будем подводить итоги. Всего в уборке снега в округе задействуют более 150 рабочих и 105 единиц спецтехники. В случае обильных снегопадов будут привлекать дополнительные снегоуборочные машины. В день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые отмечают в России уже четверть века, сотрудникам Федерального исследовательского центра картофеля имени Александра Лорха вручили награды. У вас коллектив такой, он разный. Я смотрю, есть молодые люди, есть более взрослые. И вот эта преемственность, передача знаний, это очень важно, потому что это дает как бы некий залог на перспективу, что у нас в этом плане с уроженностью картофеля все будет на уровне. Это процесс бесконечный. И в этом процессе преуспеваете, делаете, у вас это получается. У вас замечательная школа. Я надеюсь, что она будет дальше продолжаться, развиваться. Я искренне вам желаю, чтобы вы находили новые подходы в работе, чтобы был творческий подход. Благодаря трудам этих ученых-селекционеров за сто лет здесь вывели более сотни видов картофеля с повышенной урожайностью, высоким качеством, устойчивостью к вредным организмам и неблагоприятным факторам окружающей среды. Мы занимаемся вопросами селекции, оценки картофеля на пригодность к переработке, хранению, технологии выращивания. Работа интересная, востребованная. Также хотел бы присоединиться к поздравлениям всех наших коллег, которые посвятили своей жизни, творческий вклад внесли в развитие сельского хозяйства, заложили научные основы и продолжают продвигать исследования, начатые еще около ста лет назад. 16 октября во всем мире отмечают День хлеба. Праздник учрежден 18 лет назад по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Люберецкие школьники в этот день посетили мини-хлебозавод, чтобы своими глазами увидеть, как готовят главный продукт. Мы являемся по сути мини-хлебозаводом, поскольку используем в своем производстве механический способ деления теста и хлеба. И сейчас я вам предлагаю погрузиться полностью в производство хлеба и хлебобулочных изделий. Хлебозавод с приставкой мини, но с программой «Максимум». В день эта маленькая пекарня изготавливает 13,5 тонн хлеба и около 5 тонн булочек. Здесь полный цикл производства – от замеса теста до выпуска готовой продукции. Гостеприимные сотрудники постоянно проводят экскурсии для школьников. Сегодня повод особенный – Всемирный день хлеба. Первое, что мы делаем, мы муку просеиваем. Есть два способа хранения муки – старный и бестарный способ хранения. Мы работаем старным способом хранения. На этот раз гости мини-завода – ученики 9-х классов 46-й гимназии. С начала учебного года ребята активно посещают профориентационные мероприятия. Визит на это предприятие организовали представители местного отделения партии «Единая Россия». В рамках нашего партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией»» организовали экскурсию в Люберецкий хлебобулочный завод, чтобы показать, как вообще изготавливается хлеб, как он печется, какие стадии есть обработки муки, и чтобы они вообще понимали, что это за профессия. И также ребятам, которым это будет в дальнейшем интересно, было предложено обучиться этому направлению и сюда прийти уже работать. Я думаю, что это полезно. Во-первых, это обогащает наше мировоззрение. Мы будем знать, как это готовится. Ну и просто это интересно и увлекательно. Самое интересное было, когда нам показывали муку, разную муку, и я не ожидал, что там из свеклы будет мука. Школьникам не только показали поэтапное приготовление хлеба, но и подробно объяснили, какие ингредиенты нужно применять, чтобы получить вкусный и полезный продукт. Каждому участнику экскурсии дали возможность подчувствовать себя настоящим пекарем. Луиса Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ. В городском округе Люберцы создан первый школьный спасательный отряд. Учащиеся 6-го Г-28-й школы отныне будут учиться оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать первую медицинскую помощь. На ознакомительном занятии побывала наша съемочная группа. В 28-й школе сегодня гости в форме МЧС. Это студенты 4-го курса Раменского колледжа, которые обучаются по специальности пожарная безопасность. Приехали поделиться знаниями с ребятами, состоящими в школьном спасательном отряде ЛИСы. Участников мастер-класса поделили на две группы. Одной рассказывали про работу с огнетушителем, другой объясняли, как оказывать первую медицинскую помощь. Это в любом возрасте может пригодиться. Даже банальный вызов скорой помощи. Не все знают, как вызвать скорую помощь. То есть экстренная ситуация, она может быть в любом случае. Ты просто идешь по улице, и человеку стало плохо, а ты уже знаешь, как вызвать скорую помощь. Это уже хорошо, я считаю. При поддержке Академии гражданской защиты МЧС такие открытые уроки для 6-го ГЭТ теперь будут проходить регулярно. Кроме того, школьники станут постоянными участниками конкурсов и тематических соревнований. Я классный руководитель, и на мне большая ответственность лежит воспитание ребят. Поэтому, помимо того, что я их воспитываю, даю им знания, культуру, я хочу, чтобы мои ребята, они знали все и были готовы к жизни. Я узнал о огнетушителе, что они бывают разных размеров, разных видов. Нам еще рассказали, что пожарные машины, они больше используют КАМАЗы, потому что в них больше места. Очень интересно, хотелось бы много чего еще выучить. Я узнала от МЧСников по скорой помощи, то, что можно оказать первую помощь, и как это можно сделать. Сначала там надо позвать человека, потом, если он не откликается, то надо его потрясти и еще раз его позвать в два уха. Потом, если мы понимаем, что человек не в сознании, надо ему сделать искусственное дыхание. Для этого надо 30 раз нажать вот здесь, и потом уже сделать два вдоха, и потом еще раз послушать. В городском округе Люберца это первый и пока единственный отряд юных спасателей. После знакомства со студентами Раменского колледжа многие ребята выразили желание работать в МЧС. Уиза и Гязерян, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ. Школьники городского округа, которым исполнилось 14 лет, получают паспорт в торжественной обстановке. Одна из церемоний, где чествовали юных граждан России, состоялась в гимназии номер 41. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Под звуки гимна Российской Федерации в присутствии почетных гостей. Сегодня 12 учеников 41-й гимназии сделают свой первый шаг во взрослую жизнь. С этим важным событием ребят поздравило руководство городского округа Люберцы. Сегодня вы получаете важнейший документ, он первый ваш документ в вашей еще такой молодой жизни. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Получая этот документ, вы, наверное, уже осознаете, что это не только большая честь, но и огромная ответственность. За все ваши принятые решения теперь будете отвечать только вы и больше никто иной. Вместе с первым главным документом юным люберчанам вручили копию Конституции Российской Федерации, обложку на паспорт, а также поздравительное письмо главы городского округа Люберцы. На самом деле я очень счастлива, чувствую себя ответственной. Уже сейчас, на данный момент, могу принимать сама решение. И на самом деле очень приятное чувство. Я хотела бы пожелать всем ребятам удачи в обучении. Хотела бы сказать, чтобы все участвовали в волонтерских делах, олимпиадах и служили на благо своему государству. В торжественной обстановке паспорта вручают детям, которые принимают активное участие в жизни школы и городского округа. Добиваются успехов в учебе, спорте и искусстве. По итогам прошлого учебного года гимназия 41 вошла в топ-100 лучших школ Подмосковья. С 9 по 12 октября в Сергеевом Посаде проходил патриотический медиафорум «Я горжусь тобой, Россия». Это второй этап 28-го международного фестиваля «Братина». На фестиваль приехали 130 человек, которые представляли 53 творческих объединения из 22 регионов России. В рамках фестиваля прошли профессиональные конкурсы, телерепортаж «С колёс», «Вы в эфире» и «Объектив». А кульминацией патриотического медиафорума стала церемония награждения победителей конкурсной программы. Гран-при завоевал телеканал ОТВ «Серпухов». В номинации «В объективе России» награду удостоен репортер 73 из Ульяновска. Номинация «Время подвигов» принесла призовое место телекомпании ТВ «Комсет» из Тупина. В номинации «Страна в зеркале веков» победу одержала ТРК «Таврия» Херсонской области. В номинации «Наши герои» наша гордость приз достался Донецкой телекомпании «Юнион». Приз в номинации «Моя Россия» отправился в Архангельск. А лучшим зарубежным фильмом признана лента авторов из Республики Беларусь. Очень много работ поступило. И это непросто было. Некоторые номинации насчитывали около 40 заявок. И очень трудно выбрать, когда примерно одного уровня работы, выбрать среди них главное. Я много видела документальных фильмов, исторических. Чем мне понравилась вот ваша работа? Тем, что вы создали широкое полотно событий. Вы не только рассказывали о конкретных сюжетах истории своего города, а подавали это на фоне исторического процесса, событий и региона Московской области, и вообще всей страны. Документальный проект «Люберцы из века в век» тоже среди победителей. Коллектив телеканала ЛТВ получил специальный приз жюри за сохранение исторического наследия малой родины. Награду «Люберецкому телевидению» вручил телеведущий, сценарист и писатель Михаил Марфин. Приятно, что нас отметили. Действительно, родина, она в принципе, как бы вот говорят, там у нас малая, большая, но она общая. А когда еще это касается истории, которую, как вы правильно говорите, в принципе, переписать можно как угодно, каждый как захочет. Но свою-то историю переписать невозможно. И самое важное, если мы будем переписывать историю, то мы никогда не напишем новую историю. Фестиваль «Братья» настал одной из визитных карточек Московской области. С каждым годом число участников становится больше. Этот проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Луиза Игия Зарян, Николай Пивненко, Максим Олешников, телеканал ЛТВ. В Твери продолжает работу 23-й Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-регион». На суд жюри было прислано около 500 работ. Сам конкурс проводится по 18 номинациям. Люберецкое телевидение тоже принимает активное участие в профессиональном соревновании. Для участников и гостей организованы тренинги, семинары, круглые столы. Так, накануне с участниками форума общалась ведущая телеканала «Россия-1», член Академии российского телевидения Мария Ситель, которая поделилась своими идеями, как правильно и точно заниматься информационной журналистикой, как сделать ее не только интересной, но и полезной для зрителей. «Регион» это возможность общаться с своими любимыми коллегами, смотреть, как вы растете, как вы развиваетесь, какие замечательные вы делаете продукты. Это вам помогает в работе? Да. А чем? Я обновляюсь, я спускаюсь туда, где мне хочется работать. Я уже давно оттуда, хочется мне куда-то в региональное телевидение перейти, для того, чтобы быть там ближе к зрителю. А какая идет борьба в жюри? Как это обсуждается? Ой, я говорю, очень жесткая. В программе конкурса была также экскурсия по городу. Тверь приоткрыла свои тайны перед участниками ТЭФИ. Гости узнали много интересного об истории города, претендовавшего когда-то на роль первой российской столицы. Особенно хочется выделить встречу с супругой знаменитого советско-российского поэта Андрея Дементьева. Анна Пугач встретила участников конкурса в единственном в стране доме поэзии, который когда-то открывал сам Дементьев. Именно с Тверью связаны основные вехи его биографии. Ну а завершился день разговором о профессиональном выгорании и мастер-классом о секретах интервьюирования. Сегодня поздно вечером в зале Тверской академической филармонии пройдет церемония награждения финалистов 23-го конкурса ТЭФИ-регион. Организатором конкурса выступил фонд Академия российского телевидения при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Жители Люберец смогут посетить Коломну, не выезжая за пределы городского округа. В музейно-выставочном комплексе открылась уникальная арт-выставка, которая в полной мере погружает в старинный русский город. Наш корреспондент Луиза Егия-Зарян убедилась в этом лично. В зале картинной галереи главной достопримечательности Коломны, города с богатой историей и уникальным архитектурным наследием. Здесь собраны произведения, созданные на протяжении последних 14 лет. Авторы строили в Абакумовских пленэрах. Это 14 лет живописи, это 14 лет огромной истории и это, конечно же, хроника нашего города. Здесь показаны разные периоды Коломны, как она развивалась и ее знаковые места. Коломна – это город уникальный и мы хотели через историю небольшого города, но одного из самых прекрасных в Подмосковье, показать историю всей России. Потому что с Коломной связаны многие исторические личности, которые Коломне имеют отношение, они либо ее посещали, либо знаковые архитектурные сооружения в Коломне связаны с их именами. И, конечно же, мы показываем историю через историю города. Увидеть Коломну можно не только через живопись, но и с помощью современных технологий. Для виртуального путешествия по старинному городу достаточно надеть VR-очки. Что вы сейчас вокруг себя видите? Огромный, большой, красивый город. Такое ощущение, что я над ним летаю. Все верно, да, у нас свелась съемка с дрона, обзор 360. Вы можете покрутиться, тоже головой повертеть, так сказать, во все стороны. Видите, наш свет в гостеприимном верху. Я сейчас вижу перед собой Пятницкие ворота. Да, это одна из наших главных достопримечательностей. Это единственные сохранившиеся въездные ворота Коломенского Кремля. Уникальная арт-выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проект посвящен большому юбилею. В 2027 году Коломне исполнится 850 лет. Люберца первая площадка, которая приняла интерактивную экспозицию. После 1 декабря ее презентуют в других городах Подмосковья, а также в Рязанской и Ярославской областях. Луиза и Геазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ. В округе прошел шахматный турнир памяти Олега Зильберта. За поединками, которые провели во дворце спорта «Триумф» наблюдали мои коллеги. Мемориал мастера Фиде Олега Зильберта третий год собирает в Люберцах любителей интеллектуальной игры с разным уровнем подготовки. По словам гроссмейстеров, которые тоже участвовали в турнире, шахматы развивают память, логическое мышление, концентрацию и внимание. Для Олега Абрамовича шахматы были просто существенная часть жизни. Это была его любовь, это была его страсть. И, конечно же, мемориал в его честь, в его память очень важный для нас, для семьи, для друзей. Приезжают новые люди. У нас были уже шахматисты даже из Бразилии. В этом году очень много новых шахматистов добавилось. И мы рады, что здесь играют как такие уже именитые гроссмейстеры, так и молодежь. Олег Зильберт все-таки именитый шахматист, известный, поэтому его знали многие гроссмейстеры, многие выдающиеся шахматисты. Я еще с ним был близко знаком с 80-х годов прошлого века, поэтому есть, что вспомнить. Это наша молодость в Московском университете, физический факультет. Так что я приехал встретить старых друзей, познакомился с семьей, мне очень приятно. Так что не удивлен тому, что этот турнир ширится, что все больше сильных участников. За призовые места состязались 89 человек. Алексей Хрущев в составе сборной Республики Молдова был участником четырех всемирных шахматных олимпиад. Последние годы отстаивает честь Подмосковья. Нравится мне эта игра, интересно, с детства увлекся, до сих пор играю. Я сам родился в Кишиню, где-то 10 лет примерно назад переехал в Люберц, выступая за сборную Московской области, в том числе за команду Люберц. Мы последние несколько лет чемпионы в командном зачете по быстрым шахматам и блицам. На партию не более пяти минут. Плюс от двух до пяти секунд на ход игрока. Всего 11 туров. Призовые места разыгрывались в нескольких возрастных категориях. У нас пять номинаций. Основной турнир ветераны, сеньоры, это 75 лет, женщины и молодежь. Мы ведь Дали Хабрамовича Зигберта, мы ведь провели почти 25 турниров таких же память о нашем первом мастере спорта шахматном Герчикове Михалоронича. И люди как бы уже знают, что у нас такие турниры проводятся. И вот как бы приезжают, они знают, что в Люберцах у нас достаточно напряжительная атмосфера. Около 9 лет я занимаюсь шахматы. Мне очень нравится эта игра тем, что я могу присмотреть все ходы заранее и понять, как может сыграть соперник. Я в первый раз, но мне очень понравилась очень хорошая организация и очень много человек с высоким рейтингом. Интересно поиграть. Олег Зильберт ушел из жизни 4 года назад. В течение последних трех десятилетий он был сильнейшим игроком Люберец, а в 80 лет стал чемпионом мира среди ветеранов Парапиду и Блицу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛТВ. На главной арене Дворца спорта «Триумф» прошли открытые соревнования по художественной гимнастике. Спортивное мастерство продемонстрировали девочки от 4 до 17 лет. Для многих это первый выход на соревновательную площадку. В мир красоты и грации и эстетики окунулись мои коллеги. За призовые места состязались более ста гимнасток из московского региона. За полторы минуты юным грациям предстояло выполнить не менее шести элементов, включая броски, витки, обороты и перекаты. Я довольна своим результатом, получила удовольствие от выступления. Я выступала с БП, с обручем, с мячом и с балаваной. Ну, я хочу стать тренером по художественной гимнастике. Пока сейчас на ковре выступают маленькие, я вижу в них себя, как я была такая же маленькая, волновалась, переживала. Вот сейчас я выросла, понимаю, что чем больше работаешь, тем больше все получается. Желаю маленьким девочкам, чтобы они никогда не сдавались и шли только вперед к своей цели. Покорять вершины помогают ежедневные тренировки и наставления тренера. Чтобы получить высокую оценку судей, нужно во время выступления задействовать всю площадку. Но главное – выполнить все элементы без ошибок. Девочки из года в год показывают свое мастерство, улучшают навыки и радуют нас прекрасными результатами. Каждое участие в соревнованиях это очень полезно для спортсмена, потому что это возможность продемонстрировать то, чему они научились, возможность показать себя, проявить себя и, конечно же, завоевать призовые места и повысить тем самым не только достижения в своем спорте, но и самоуверенность. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛТВ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и на сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова